По данным российских независимых СМИ в России, с начала войны в Украине около 30 тысяч граждан России были задержаны полицией за протесты против войны. Более 10 тысяч задержанных граждан либо оштрафованы на 30 тысяч рублей, либо же приговорены к 15 суткам ареста за административные нарушения. В связи с чем в Москве был проведен опрос среди горожан. Россияне жалуются на отсутствие в стране демократии и свободы слова. Слушайте, ну это же противоречит Конституции. В Конституции же есть все о свободе слова, вероисповедании, выражении собственных мыслей. На мой взгляд, это просто потеря времени. С системой бороться бесполезно. Голосовать тут надо ногами. Если тебе не нравится система, надо просто уезжать отсюда. Скорее всего, страна развалится. Что из этого будет? Ну то есть будет какой-то переходный период. Ну грубо говоря, вот был распад СССР и мы сейчас живем в стране, которая из него получилась. Вот что получится, что-то получится, наверное, может быть. Видно, что система не работает. Видно, что регионы там плавают сами по себе. Ну достаточно вот под Москвой уехать, чтобы понять, что, например, полиция условно в Москве работает одним образом, там другим. Видно, что система плохо управляется. Следует отметить, что после вторжения российских войск в Украину граждан, выступающих против войны, задерживают за индивидуальные или массовые протесты против решения власти. Административным наказанием подлежат даже те, кто в интернете или социальных сетях называет боевые действия не термином спецоперации, а война.